Ройтерс пишет о том, что российская элита подготовилась к долгой войне. По-вашему, возможно, у вас есть информация, какие-то инсайты, что сегодня, спустя год полномасштабного вторжения России в Украину, происходит в путинской элите? Ожидания, настроения, опасения? Ну, путинская элита – это слишком общее понятие. Есть очень разные люди и разные представления. Но основная проблема, с которой сталкивается диктатор, это растущее понимание и его ближайшим окружениям, и особенно профессионалами военными в штабах, неизбежности военного поражения России. Вот у нас на глазах сейчас происходит такая отчаянная попытка перехватить инициативу военного контрнаступления России. Вот обратите внимание, как буквально на глазах за последние недели изменилась тональность западных военных экспертов и западных разведок. Нас предупреждали довольно долго о том, что готовится новый тип русского наступления, нестандартное такое забрасывание трупами заключенных и мобиков украинской оппозиции о широком использовании бронетехники и авиации. Ну вот, была такая попытка широкого использования бронетехники под угледаром, она кончилась очередной катастрофой. Российская армия показала, что российские так называемые полководцы никаких выводов не сделали из поражения начала войны. Те же танковые колонны двигаются по дорогам и становятся целями, удобными целями для уничтожения. Сейчас вот та же разведка западная предупреждает, но, видимо, это точные сведения у них, что Россия сосредоточила границу Украины практически всю свою авиацию. Практически всю свою авиацию готовится к какой-то крупнейшей воздушной атаке с целью подавить полностью украинские средства ПВО. Ну, опять же, видимо, попытаться то, что им не удалось в первые дни войны. Но уже на этот раз западные разведки относятся к этим российским планам с большим скептицизмом и говорят о том, что он провалится. Но если это понятно военным экспертам, язык войны, он доступен людям разных национальностей. Я думаю, что то же самое понимают и в российском генштабе. Но мы видим, как растет напряжение между официальным генералитетом и частными военными компаниями. Этот конфликт, который Путину не удалось придушить. И я не думаю, что... Поэтому я не думаю, что там могут складываться какие-то оптимистические ожидания о длительной войне на истощение, в которой вот Россия как-то, пользуясь своими демографическими ресурсами, переболит Украину. Наоборот, вот подождем, видимо, в ближайшие дни вот эта попытка воздушной атаки произойдет. После того, как она провалится, собственно, у Москвы не останется никаких карт. Ей придется ожидать неминуемого украинского наступления. Как только Украина получит всю эту огневую армаду, танковую, артиллерийскую, ПВО, поставки которой согласованы и уже идут не случайно, американцы специально показали вот это фото со спутника, там скопление бронетехники американской Брэдли, уже высаженное десантными кораблями. Ну, такая осторожная оценка всех военных экспертов, что, да, март-апрель, весеннее распутится, время как бы не самое благоприятное для маневренных действий, но с начала мая вот это наступление Украины, решающее с полным преобладанием огневой ее мощи, оно неизбежно. Ну вот министр обороны США Ллойд Остин на Рамштайне в последнем девятом сказал, прям цитирую эту фразу, мы поможем Украине начать контрнаступление весной. И прям конкретная вот, ну как бы, ну не дата, но временной промежуток. Раньше, как мне кажется, таких прям конкретных не звучало слов. Вот именно, Анастасия, он сказал «Инвикс», вот что меня поразило. Он сказал, Украина готовит наступление «Джастин Викс» в ближайшие недели, понимаете. Вот я еще продолжаю как бы в старой парадигме вам рассказывать, что, скорее всего, наступление должно через два месяца, в начале мая, когда соберется вся техника и подсохнет почва. Но генерал Остин меня опережает в своих предсказаниях. «Инвикс», вот это изменение американских оценок и риторики произошло буквально на глазах после вот этого поражения под Угледаром, когда они убедились в невозможности российской армии проводить какие-то крупные наступления. И я думаю, что такая их уверенность, большая, чем наша, большая, чем украинцы, в сроках украинского наступления, она определяется тем, что им, видимо, известна какая-то информация разведательная. Но американская разведка очень точная. Она часто ошибается стратегическими оценками. Ну вот помните, самая крупная ошибка – это то, что они предсказывают, что Киев будет взят там за пять дней или за неделю. Но вот конкретные данные из бункера Путинского, у них, видимо, точно. Видимо, есть какая-то электронная разведка. И они знают что-то больше, чем мы знаем о серьезнейших проблемах украинской, российской армии, второй армии в мире, так называемых. Поэтому, да, вы правы, я тоже все обратил на это внимание. Та новая уверенность, с которой истолкнут, все говорят одним языком, что в ближайшее время перейдет наступление Киевской армии, поэтому мы срочно, срочно, срочно должны передать им максимальное количество военной техники. Это так. Так что я думаю, что, не думаю, что на этом фоне в недрах российской элиты укрепляется какая-то уделенность длительного противостояния. Ну вот, если вы говорите, что они как бы точно знают, что поражение России неизбежно, то почему за год ничего не было предпринято? Почему не было каких-то шагов? Опять-таки, мы несколько раз и с вами, и с другими экспертами говорили, что вот-вот может назреть какой-то переворот, какая-то должна случиться на фронте история, но был уже и Херсон, и Харьковская область, какая-то красная линия должна была перейти. Где эта красная линия, чтобы окружение Путина сказало, все, стоп, хватит, давай как-то, ну не знаю, разберемся по-другому? Ну, таково качество современной элиты. Вот, например, немецкие генералы в 43-44 году, когда они видели, понимали, так же, как все российские генералы, что поражение Германии неизбежно, они пытались спасти страну. Один за другим устраивали покушение на фюрера. Ну, российские, так называемые элиты, как вы их назвали, видимо, видимо, они скроены из несколько другого материала. Ну, решается вопрос, чего они сейчас боятся больше? Что их страшит больше? Что они погибнут, пытаясь устроить переборот после Путина? Или то, что им предстоит сесть на скамью военно-преступных, вместе с Путиным быть повешенными, как генералы Кейтель и Йодль немецкие, они не принимали решения о начале войны, собственно, может быть, не совершали непосредственно военных преступлений, как эсэсовцы и многие другие преступления. Но они, тем не менее, были повешены за преступления, называемые агрессией. А вот сейчас уже создан военный трибунал, большой семеркой, Европейским Союзом, по специальному составу преступления, агрессии, которые будут получены высшие российские военные и политические руководители. Поэтому вот ваш вопрос сейчас ставится уже в такой плоскости для них, что для них рискованнее. Потому что их же больше, вот я все время так, ну, просто думаю, да, примитивно, возможно, их же больше. Что такого с ними делает Путин со всеми этими своими приближенными олигархами, министрами, те, кто с ним там вхож в его круг, что они его так боятся, что они за его спиной не могут организовать тот самый условный переворот? Ну, про олигархов и министров вообще забудьте. Переворот в таких же ситуациях могут оказать только люди с ружьем военные. Ну, определенные... И вот я все время подчеркиваю в своих эфирах последний месяц, что такой мини-переворот военный, он состоялся в бункере Путина в ночь с 10 на 11 января. Вы же помните всю эту ситуацию, начиная с лета. Ну, всегда в фашистском государстве возникает проблема в случае военного поражения. Кто виноват? Либо фюреры, либо генералы. Вот Путин еще в середине прошлого года спустил двух псов на генералов, Пригожа и Кадырова, которые начали менять их в бездарности, преступности, требовали снять их с постов, сорвать погоны, отправить босиком на фронт. Я не могу даже в нашем эфире цитировать те непристойные ругательства, которым они их подвергали. Ну и в конце концов, эти Герасимов и Шойгу явились к Путину в бункере и нашли какие-то аргументы, чтобы тот снял приближенного к Пригожину генерала Саровикина и вновь восстановил во власти генерала Герасимова, назначив его снова командующим специальной операцией. Я, собственно, как начальник генерального штаба был и так, главным командующим. Но это не приостановило конфликт. Мы же видим, сейчас на фоне последних поражений эти две группировки обвиняют друг друга. Так что определенный конфликт в военной среде идет. И, конечно, какое-то новое крупное поражение. Ну, даже, например, вот они... Чем закончится вот эта попытка военно-воздушной атаки, которая наверняка будет произведена? Путину что-то необходимо 21-22 федеральному собранию и громадному митингу, на который народ за деньги сгоняют предъявить какую-то победу. Ну, где-то они поймут, что страх оказаться на скамье подсудимых будет сильнее, чем страх погибнуть в результате попытки военного переворота. Так что драматические события в Кремле возможны, в том числе и во время этих предстоящих их юбилейных торжеств. Будем внимательно за этим наблюдать. Вот по поводу 21 февраля и выступления Путина перед федеральным собранием. Насколько я понимаю, это должен быть такой у вас своего рода годовой отчет. Что он будет говорить? Чем гордиться? Ведь хвалиться, мягко говоря, да и нечем. Ну, в последнее время планировалось преднести как победу взятие Бахмута. Но, возможно, сейчас уже они согласились бы на Просковеевку. Но все это, конечно, смешно. Но у него уже есть некоторый способ выхода из этой ситуации. Помните, несколько месяцев назад, когда ставили неизбежно падение Херсона, освобождение с нашей точки зрения Херсона. И тогда тоже вот эти высказывались мнения, что это будет таким сильным шоком, что, возможно, активизируют какие-то антипутинские настроения так называемых элиток. Они чем компенсировали сдачу Херсона? Громадным таким пиар, как им казалось, законодательным успехом. Собрали опять федеральные собрания и аннексировали четыре украинских области. Понимаете, их выгнали из Херсона, а в ответ они в Конституцию записали, что Херсон считается частью России. Вот я очень подозреваю, что что-то подобное они готовят. Какие есть для этого основания? Ведь мы все знали, что в 21-м он обращается к федеральному собранию, но теперь нам сообщили, что федеральное собрание и 22-го будет заседать. А кроме того, туда собирают всех вассавов. Не только этот несчастный Лукашенко, который отчаянно продолжает петлять, уже несколько лет приезжает, но привозит и так называемых лидеров Южной Осетии и Абхазии. Вот у меня такое, я не исключаю того, что он попытается отсутствие военных успехов прикрыть какими-то расширениями русского мира. Ну, например, торжественно объявить 22-го числа о присоединении к России Южной Осетии, Абхазии, а там черт не шутит и Белоруссии, а может еще Нагорного Карабаха. Ну, и вот еще какими-то безумствами последних дней в бункере, чтобы прикрыть очевидные военные поражения на фронте. Интересно, что в это время 20-22 число президент США Джо Байден должен быть в Польше. Возможно, даже будет встреча с Зеленским. Ну, невозможно. Встреча с Зеленским будет, это безусловно. А для чего еще приезжать в Польшу? Слушайте, Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что российско-украинская война это крупнейшее мировое событие 21-го века, которое определит, в каком мире мы будем жить в 21-м веке. То же самое Остин говорил на Рамштане, что эта война решит в каком мире будут жить наши дети. Вот это уровень понимания, на мой год Украина добивалась от Запада понимания того обстоятельства, что не только она защищает свою независимость, она защищает весь Запад. И наконец похоже, что Запад проникся этим знанием и чувством. И конечно Байден едет с одной целью выразить солидарность с украинским народом, с украинской армией. И я думаю, что и даты его выбора не случайно. 21-22-го это Путин будет крепляться в Кремле, а 21-22-го Байден будет выступать в Варшаве или может быть даже в Киеве. Это если хотите такой беттл, говоря современным молодежным языком на высшем политическом уровне, где в касте двух знаменитых рэперов будет выступать Путин и Байден. И, естественно, Байден едет не только предпринимает такую поездку мобилизован сейчас, приведет состояние подознакомости с вооруженной силой Средиземноморский флот Северных Штатов, чтобы обеспечить безопасность и ответить на любые провокации. Для этого это организуется не для того, чтобы погрозить пальчиком Путину. Я думаю, что Байден сделает очень серьезное заявление и политического, и военного характера. Возвращаясь к возможному полномасштабному повторному наступлению России, многие эксперты, украинские в том числе, говорят, что это наступление уже фактически началось на Донецкой и Луганской области. И если раньше говорили, что до 24 февраля российским войскам, вагнеровцам, там нужно было, как бы задача стояла захватить полностью Донецкую хотя бы область и попытаться Луганскую, то сейчас, по мнению разведки, эта дата отодвинулась до конца марта. Вот вы говорите, что все-таки он может решиться на какую-то реабилитационную или другую попытку полномасштабно еще раз наступить, не знаю, с разных флангов, с разных фронтов. Но хватит ли у него на это сил и ресурсов? Нет, конечно. Вот меня даже просто поражает беспрецедентный тон американской разведки и американских военных руководителей в последние дни. Ну вот тоже заявление Байдена. И Остин уже на второй день совещания министров обороны вчера он выступил в Брюсселе. Он дословно говорил, что Россия не способна ни на какое наступление, потому что у нас точные данные, что они пополняют свои войска плохо экипированными, плохо вооруженными и плохо подготовленными мобилизованными солдатами. Это никогда вообще вот это не принято в такой стилистике, лексике на таком высоком уровне говорить о своем противнике номер один или второй армии в мире. Вот я вижу просто какое-то удивление американцев во-первых вот это видимо безумная атака под Угледаром показала ну я еще раз повторяю видимо они обладают каким-то записью разговоров в Бункере в генеральном штабе они чувствуются что американские спорта поражены низким уровнем российской армии и неготовностью ее выступления поэтому вот мы с вами еще говорим о наступлении украинской армии через два месяца еще раз повторяю и Столтенберг так же как Остинг ближайшие недели намечается наступление украинской армии мы должны срочно максимально снабдить ее всем необходимым вооружением вот посмотрим мы живем в самом центре исторических событий определяющих действительно я согласен с американским президентом судьбу 21 века каждый день привносят какие-то новую важную информацию почему Путин не объявляет вторую волну открыто мобилизации ну во первых она идет он же не отменял свой указ но он опасается опасается реакции социальной понимаете вот есть такая стандартная оценка российского общества что холодильник телевизор побеждает холодильник несмотря на то что материальное положение становится все хуже и хуже победные рапорты в телевизоре как-то поддерживают политический режим и лояльность власти но телевизор не может победить реприжератор в котором привозят привозят трупы тех же мобиков из-под Бахмута или Угледара и вот он боится боится что новая волна модемизации она натолкнется на пассивный социальный протест понимаете одно дело элита которая ничего лично физически не угрожает а другое дело миллионы простых людей над которыми станет реальная реальная угроза отправиться на смерть видимо у них есть какие-то закрытые опросы которые подсказывают что такая откровенная открытая мобилизация будет встречена негативно ну и потом другая проблема кстати тоже отмечает американская разведка ну а они не могут использовать мобилизованных ведь понимаете предположим они наберут завтра полмиллиона этих новых мобиков но для того чтобы превратить их из стада из толпы в организованную армию требуются офицеры офицеры сержанты и офицеры одна десятая на такое соотношение среднее на эти полмиллиона потребуется 50 тысяч квалифицированных офицеров а их нету их нету наиболее квалифицированный офицерский состав он выпит бы уже в первые месяцы войны это еще одна из таких органичных слабостей российской российской армии ну вот в российском телепространстве житорика тоже поменялась среди пропагандистов они теперь рассказывают что почему умереть нормально на фронте какая разница это слова Симоньян умрешь ты через сегодня или через 10 20 лет главное что смерть твоя не просто так что она вот за родину за святое дело какое-то то есть как бы россиян настраивают на то что готовьтесь война будет долгая и не знаю умирать придется многим ну Симоньян сама-то не собирается умирать этот тон был задан Путиным помните на его знаменитой встрече каких-то там фейковыми матерями которых этих матерей две недели жали на карантине и какая-то сумасшедшая так называемая мать выскочила доложить что вот мой сын еще в 16 году первым выскочил из окопа и закричал братва идем давить хохлов Путин ее успокоил сказал вам повезло вы знаете ведь он мог уметь от алкоголизма а умер он за меня так что считайте себя счастливой матерью ну вот это это такого рода информационные доводы показывает агонию режима ну есть и другие подходы я заметил в пропагандистской кампании ну например как вам нравится такой темничек в последнее время даже если мы если нам придется отойти на линию 91 года все равно мы одержим великую победу мы сожмемся как пружина мы будем не завидеть запад и бандеровских неонацистов еще больше и это будет наша великая победа вот с такой с этой стороны они готовят себя ну в общем факты войны таковы что им придется уходить на эту линию 91 года вот какие ходы найдет пропаганда чтобы это оправдать конечно что касается судьбы Путина то конечно все элите ну легче будет сохраниться во власти даже после поражения если у них в руках будет такой например тезис товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе без Путина им легче будет остаться в живых и во власти после поражения и после капитуляции поэтому это напряжение тоже будет нарастать внутри бункера вот возвращаясь к Ройтерс их заявление о том что ну вот и элита готова к долгосрочной войне и они кстати тоже по каким-то своим источникам говорят что также элита понимает что выбора 2024 Путин может выиграть и ничего ему не помешает и он на них пойдет и как бы ну победа ему в принципе гарантирована потому что конкурентов у него как таковых и нет а если они и будут вдруг как-то то он их прекрасно и быстро уберет вот как вы думаете пойдет ли пойдет ли он понятно на выбор 2024 года с чем и чем эти выборы могут закончиться понятно что все меняется очень быстро как вы сказали каждый день мы живем в историческом какие выборы не будет никаких выборов и не будет ничего Путина в 2024 году это я вас уверяю совершенно точно вы оптимист хочется в это верить опять-таки возвращаясь к победе Украины выход на границу 1991 года опять-таки многие украинские эксперты говорят что это в принципе ничего не решит Россия может отойти она допустим отходит но при этом продолжает ракетные обстрелы то есть должна быть подписана капитуляция и режим должен быть свергнут не просто отойти на границе 1991 ну слушайте все это уже зафиксировано в документах большой семерки которая по существу была большой восьмерка эти два совещания в Украине были 12 октября и 12 декабря там записано что полностью поддерживается план Зеленского мира из четырех пунктов вы совершенно правы первый пункт это полный вывод эмоциональных войск территории Украины а второй пункт это гарантия безопасности Украины в послевоенный период и сейчас достигнут уже консенсус в последние дни он был несколько раз подтвержден заявлениями Столтенберга и других ответственных деталей НАТО Украина после победы немедленно будет принята в НАТО как полноправный член и понимаете тут изменилась вся ситуация это будет не как некая жест по отношению к Украине обеспечивающей безопасность Украины на Западе прекрасно понимают что наоборот все обстоит эта украинская армия обеспечивает сегодня безопасность Запада и всего этого Североатлантического союза Североатлантический союз был создан 75 лет назад для того чтобы защищать свободный мир цивилизованный мир Западную Европу от возможного вторжения российских орд неважно под какими знаменами под хуманистическими при Сталине или под российско-имперскими как сегодня так вот он с этой задачей справляется сегодня украинская армия тот же Столтенберг несколько раз повторял отвечая на критику что мы Запад слишком много тратит денег на Украину на войну он отвечал да мы платим деньгами Украина платит кровью и если Украина не устоит мы будем платить этой кровью поэтому мы будем бороться до конца с Украиной после победы Украина становится членом НАТО как основной гарант безопасности Западной Европы и это тогда на любые обстрелы с Российской территории по территории НАТО все уже не не 16 или 26 хаймерсов которые предоставлены Украине ответят а сотни томогавков десятки боевых самолетов F-16 и F-35 проблема безопасности после отступления России это незначительная проблема она уже решена главное вот вытолкнуть сейчас агрессора за границей Украины спасибо вам большое Андрей Андреевич за этот разговор спасибо до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...